Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Радул. Ни дня без происшествий. Накануне в результате ДТП на трассе Киев-Одесса погиб 37-летний мужчина. Водитель иномарки превысил скорость и врезался в впереды идущий грузовик с полуприцепом. В результате аварии пассажир легковушки погиб на месте происшествия. Не стало исключением в череде дорожных аварий и суббота. Утром 9 ноября авария произошла на углу Гагариной и проспекта Шевченко. Здесь столкнулись микроавтобус «Газель» и трактор «Беларусь». От удара трактор перевернулся. Полоса движения в направлении центра города была полностью перекрыта. Образовалась пробка. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и скорая помощь. Но, по сообщениям очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. В Одессе на минувшей неделе горели гаражи. Только в ночь на пятницу на улице судостроителя неподалеку от больницы Водников загорелось два гаража, в одном из которых находился автомобиль «Митсубиши Галлант» последней модели. До приезда двух экипажей спасателей, владельцем гаражей и пришедшим к ним на помощь жителям близлежащих домов, а также членам общественной организации «Полиция общественной безопасности», удалось вынести из огня имущество, в том числе газовые баллоны. Водителю «Митсубиши Галлант» чудом удалось пробраться к автомобилю и вывезти его из горящего гаража. По словам очевидцев, у машины сильно поплавилась передняя часть автомобиля. Видеть, во что он превратился, было страшно, отмечали они. По мнению жителей, пожар произошел в результате возгорания деревянной конструкции беседки, а далее огонь перекинулся на гаражи. Местные жители предполагают, что виновниками пожара стали лица без определенного места жительства, которые часто засиживались в беседке. Примерно через полчаса пожар был полностью ликвидирован. Нет ничего более дорогого у человека, чем его собственная жизнь и здоровье. Чтобы помочь сохранить их, нужны грамотные специалисты. Медики, которые помогут не только преодолеть болезнь, но и предотвратить ее на подходе. На этой неделе свой первый юбилей отметил уже хорошо известный одесситам медицинский дом «Одрекс», где как раз и собраны профессиональные силы, позволяющие проводить профилактику организма, исследовать его и лечить. Болеть не страшно, когда ты знаешь, что твое здоровье в надежных руках. Профессионалам, которым не страшно доверить свой организм для комплексного исследования и лечения, идут медицинский дом «Одрекс». За год диагностический центр планомерно расширил свои возможности. Сегодня здесь открыто и стационарное отделение, есть реоперационные, возможность оказания ургентной помощи. Проходит подготовку и после операции тоже выводится с наркозой. Современная медицина – это симбиоз врача, профессионала и новейшего оборудования, а еще доверие пациента на всех этапах посещения клиники, от профилактики до реабилитационного периода. Это исследование сердца, то, что сейчас делают, это просто цирный вариант. Это шумты, мы их видим, вот шумты, видим проходимость всех сосудов, видим пульсиноз. То есть получаем полностью 3D изображение. Прогрессивное будущее медицины зависит не только от полезных открытий в области диагностики, но и от формирования нового отношения человека к своему здоровью. Своевременное обращение к доктору – уже шаг на пути к скорому исцелению. Паспорт здоровья лучше, чем история болезни. И если на словах это признают все, то в Одраксе помогают понять реальную разницу между этими понятиями, помогают увидеть возможные риски здоровья и предотвратить их. Сегодня медицинский дом Одракс позволяет экзаменовать свой организм посредством денсинометрии, мультиспиральной компьютерной томографии, МРТ и всего спектра исследований по главным разделам клинической медицины. С одной стороны, болеть никто не любит, это правда. Но в этой клинике, мне кажется, болеть и лечиться не страшно. Ты ощущаешь себя надежно, что тебя поставят на ноги, вылечат даже с самыми сложными ситуациями. И у меня после посещения этой клиники такая большая надежда и одновременно все-таки уверенность, оптимистичная уверенность, что вот то, что мы сегодня с вами вместе видели, это будущее украинской медицины. Будущее отечественной медицины зависит и от законодательных преобразований. Сегодня частных клиник в стране немного. Инвестировать в здравоохранение решаются немногие. Ведь в медицинской клинике важны даже небольшие нюансы. От этого зависит здоровье людей. Важным шагом в развитии всей отрасли может стать медицинское страхование. В законопроекте, который мы с Светланой Самуиловной зарегистрировали несколько месяцев тому назад, предусмотрено, в законопроекте о внедрении обязательного социального медицинского страхования, предусмотрена возможность для всех лечебных учреждений, независимо от формы собственности, практически автоматический доступ к системе обязательного медицинского страхования. Для этого нужна только лицензия, аккредитация и никаких дополнительных тендеров, конкурсов для доступа к медицинскому страхованию не нужно. Клиника Одракс сегодня хранитель и продолжатель традиции классической школы медицины и новаторский лечебный центр. Здесь используют все лучшее, что научная и техническая мысль подарила сегодня для изучения и лечения человеческого организма. Новые ориентиры медицинского дома, совершенствование диагностики и лечения сосудистых и онкопатологий. Результаты потрясают. Мне очень приятно, что это тот редкий случай, когда о нашем городе за последнее время можно говорить со знаком плюс. В ноябре в Одессе установилась на редкость теплая погода. Одесситы не теряют времени и проводят выходные дни на залитых солнечным светом городских пляжах. Целительный морской воздух, большие волны и живописные пейзажи побережья Лузановки как магнитом притягивают сюда спортсменов, пожилых людей, взрослых и самых маленьких одесситов. С вышедшими на прогулку горожанами общалась Дарья Черкашина. Утро на морском побережье начинается с завтрака. Одесские чайки птицы непривередливые, поэтому они с удовольствием уплетают обеденный хлеб. Полакомиться бутербродом и выпить чашечку горячего чая с солнечным субботним утром – большое удовольствие. Многие одесситы пришли сюда именно с этой целью. Горожане признаются, давно не помнят, чтобы в ноябре в Одессе стояла такая чудесная теплая погода. Прекрасное настроение, погода еще лучше, жизнь хороша и жить хорошо. А что вам дает море? Как что? Здоровье, заряд энергии, настроение. Все полезно, все полезно. Море исцеляет, утверждают пенсионеры. Одессит Петр Григорьевич совсем недавно перенес тяжелую операцию на сердце. Реабилитация мужчины проходит на морском побережье любимого города. Солнечные морские ванны, а также лечебная ходьба быстро поставили пенсионера на ноги, признается он. Все, которые болеют, они знают, что море – это лучший век. Я стараюсь каждый день вот сюда ходить. Каждый день. Это у меня прогулка, или чем, будем так говорить. От Лузановки сюда до Кабельного, в ту сторону до Молодой Гвардии и домой. Хорошее настроение, просто сильный ветер, но все равно как-то радует все здесь. И хорошо здесь. Гулять уже где-то по улицам, дышать выхлопными газами тоже не хочется. Не теряют моменты и любители экстремальных развлечений. Сильный ветер и большие волны – самые благоприятные условия для виндсерфингистов. Ясная погода вытянула из спортивных залов и одесских спортсменов. Забег на длинную дистанцию по побережью устроили профессиональные футболисты. Как ваше настроение? Хорошее, спасибо, солнышко. Как вам бегается? Отлично. Чистый воздух, солнышко. Плюс 16 в ноябре месяце. Когда такое было? По прогнозам синоптиков, теплые дни будут радовать одесситов еще недолго. Уже через неделю грядут дожди и похолодания. Специалисты рекомендуют не терять момент и совершать прогулки на свежем воздухе, желательно у моря. Лучики теплого осеннего солнца вряд ли принесут загар, но обязательно подарят заряд энергии и поднимут настроение. Морское побережье вдохновляет талантливых одесситов на творческие подвиги. Настоящие скульптурные шедевры из обычного морского песка творит одесситка Ирина Загайчук. Удивительные песочные фигуры, созданные руками девушки-скульптора, не оставляют равнодушным ни одного отдыхающего. Вместе с песочных дел мастером создавать песочные шедевры учились наши корреспонденты. Лепить куличики и пасочки из песка дело немудреное, это под силу даже ребенку. Но сегодня нам крупно повезло и на Одесском побережье мы встретили человека, в руках которого даже горстка песка превращается в настоящий скульптурный шедевр. Идем посмотрим. Идем посмотрим, Миша, что тетя делает. В детстве Ирина Загайчук, как и все дети, любила рисовать, лепить фигурки из пластилина и копаться в песочнице. Однако уже вскоре детские увлечения одесситки перешли в профессию. Ирина дизайнер. А свободное от работы время девушка любит проводить на одесских пляжах. Живописные морские пейзажи, признается Ирина, вдохновляют ее на создание песочных скульптур. Когда я вот вылеплю скульптуру, я прихожу домой, у меня есть такое ощущение, что я сделала что-то такое глобальное и большое. И вот ощущение удовлетворенности. А что, допустим, вот работа с самим песком. Ощущение песка, вот то, как руки работают с песком, как я его там глажу, шлифую, прибиваю. Вот сам процесс, вот этот, вот это мне очень нравится. За последние 15 лет Ирина Загайчук создала более 200 песочных композиций. Ваяет скульптор-любитель разные фигуры. Сказочных персонажей, веселых мультяшек, морских нимф и русалок, влюбленных и многое другое. Обычно на создание скульптуры у девушки уходит от 3 до 5 часов. При этом огромную роль играют погодные условия. Сильный ветер, дождь и даже палящее солнце действуют на песочную скульптуру разрушительно. Но в этот раз нам повезло. Вот, допустим, такая погода, как сегодня, всегда влияет на хорошее настроение. Солнце, море, ветерок, очень приятно. Сегодня мы летим парусник. Вылепить парусник Ирина решила подальше от воды. Так надежнее, отмечает она. Песок для таких скульптур должен быть... ...меткой деталей. Сколько количества парусов, где они расположены, то есть в общей массе, которую мы создали. Главный инструмент скульптора, конечно же, его руки, но без подручных средств нам все же не обойти. В данном случае нам понадобилась ведерко, лопатка, шпатель и обычный одноразовый ножик, с помощью которого мы снимаем лишний песок с нашей фигуры. Нужно отметить, что такая работа сродни ювелирному мастерству. Желательно иметь очень острое зрение и оточенные движения. Иначе одним неверным взмахом можно разрушить всю скульптуру. И вот через несколько часов усердной работы у нас получился прекрасный парусник. К берегу пляжа Лузановка причалил прекрасный парусник. И несмотря на то, что сотворен он из очень хрупкого материала, в его основании лежит мощная сила человеческого творчества. Весна, танцы, день народжиня. Все это популярные хиты культовой украинской группы в опле Ведоплясова. Музыканты снова в Одессе. Сегодня эту группу можно считать одним из самых популярных и ярких рок-коллективов в нашей стране. Более 20 лет на сцене, десятки песен и грандиозные творческие планы на будущее. Обо всем этом музыканты рассказали своим одесским поклонникам. Песни этих музыкантов нельзя отнести к конкретному жанру, так как их музыка отражает различные жанры и стили. Музыканты постоянно экспериментируют. И несмотря на долгий творческий путь на сцене, продолжают искать себя. В настоящее время созрели до любовной лирики, делятся музыканты. Очень много лирики, очень много любовной лирики. У нас был период, мы с любовной лирики начинали, потом у нас так были всякие там такие патетичные песни, песни там такого плана. А сейчас, ну, снова мы созрели до любовной лирики очень много. И песни, много медленных песен появилось у нас. В течение двух последних лет в ВВ ежедневно находились в поиске необычайных форм и музыкальных оттенков для воплощения своих идей в новой пластинке. И вот он, чудесный мир. Мир, который мы еще не видели. Музыка, в которой совместились фееричная гармония и взрывная энергия. Новое направление, в котором в настоящее время работают музыканты, они характеризуют как симфопанк. Особое внимание здесь уделяется детализации звуков. Одесса – тот город, который всегда побуждает к творчеству, поделился столист группы Олег Скрипка. В Южную Пальмиру всегда приятно возвращаться, говорят музыканты. Одесса, по праву, это центр позитива Украины точно, а может и более широких территорий. И именно поэтому нас всегда приймали очень хорошо в Одессе. Потому что тут происходит какой-то резонанс, какая-то синергия с тем духом, с тем, не знаю, там, в тому морскому повитрю, яке надыхает на такие литературные и музычные экзерсисы. Музыканты надеются, что еще не раз приедут в Южный город, который не только заряжает их позитивной энергией, но и помогает черпать новые творческие идеи. В Одесском литературном музее состоялась презентация книги, посвященная известному русскому советскому писателю, прозаику, поэту и драматургу Юрию Олеша. Автор романов для детей «Три толстяка» и «Зависть», а также других произведений, Юрий Олеша оставил свой след в мировой истории литературы, как яркий самобытный писатель, представитель Одесской школы. На презентации книги Владимира Варны «Миф Юрия Олеша» побывала наша съемочная группа. Эта книга – первое целостное исследование биографии и творческого наследия яркого представителя Одесской литературной школы Юрия Олеши. В книге показан противоречивый жизненный путь писателя, прослеживается судьба и его нереализованных литературных замыслов. Автор книги, кандидат философских наук Владимир Варна, в своем исследовании основывался на архивных данных. Олеша для меня – это тот автор, который наилучшим образом ощущал эстетическую субстанцию Одессы. Немного совсем людей, немного совсем писателей, которые лучше его могли ощущать полноту одесских эстетических возможностей и передать это в том, что они писали. Архивные документы, ранее не опубликованные воспоминания современников и публикации в прессе, изложенные в художественной форме в книге «Миф Юрия Олеши», создают многомерный и глубокий образ, объемный литературный портрет писателя. Мало ли бить писателя и читать писателя? Нужно уметь об этом написать. У него в книге удивительный сплав. Мифы – колочки мозаики. И вот истолковать их, собрать, создать свой миф об Олеши. Миф не только основан на биографии Олеши, но на его текстах. Объединить текст и биографию – вот такое сделал первый Владимир. Книга адресована широкому кругу читателей. Ознакомиться с ней можно будет во всех библиотеках города. В субботу скончался известный одесский карикатурист, председатель Ассоциации одесских карикатуристов Петр Сигута. Петр Сигут родился в 1955 году. Окончил Одесский институт народного хозяйства. С 1977 по 1993 служил в армии, активно занимался карикатурой, участвуя во всесоюзных и международных конкурсах. С 1993 года штатный карикатурист одной из одесских газет – главный художник. Он работал главным редактором ряда изданий. Был издателем газет и журналов. Организовал многочисленные выставки и конкурсы карикатуристов. Друзья Петра Павловича отмечают, что он искренне и нежно любил Одессу. Подмечал что-то новое, необычное. На первый взгляд – в самом обычном городском пейзаже. Те, кто знал его, говорят, что улыбка всегда освещала лицо этого доброго и отзывчивого человека. С 9 ноября на время проведения работ по ремонту коллектора на пересечении улиц Скворцова и Бреуса временно изменено движение автобуса номер 121. Движение автобусов в сторону поселка Котовского будет организовано от улицы Бабаджаняна по Бреуса на Люздорфскую дорогу и далее по маршруту. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего и будьте здоровы. Мечтай. Создавай. Играй. Освежай. Мир создан для тебя. Действуй. Играй.